Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлой нашей передаче мы поговорили о психологии детства, о культуре детства. Мы поговорили с очень интересным человеком и, что самое важное, с живым человеком. Поэтому сегодня мы решили встретиться с ним вновь в нашей студии. Психолог, руководитель детско-театральной студии «ПРОЯ» Тихон Александрович Сханов. Здравствуйте, Тихон Александрович! Здравствуйте! Сегодня вот такую бы тему я вам, как психологу, ну и в том числе как вдумчивому православному христианину предложил. Одиночество. Потому что, ну мы видим в том числе вокруг себя, как иногда сила этого одиночества, несмотря на то, что люди в мегаполисе окружены людьми, когда в наших бетонных скворечниках мы живем настолько близко, что слышим даже из-за стены, кто чем занимается, кто что говорит и так далее. И при этом при всем есть какое-то ощущение, состояние человеческое, вот какой-то такой оставленности, покинутости, непонятости. Вот об одиночестве мне бы хотелось сегодня с вами поговорить. Я вижу, что вы сегодня подготовились, принесли книги. Да, в прошлый раз тоже я хотел прочитать, но этого я не заготов. И сегодня, да, мы с вами поговорили до эфира, вы какое-то стихотворение, хотели бы с него начать, вот как раз наш разговор, диалог. Я нашел книгу давным-давно Василий Федоров, она была у моей мамы вот на книжном шкафу. Говорят, что красоты не стало, и река, и берега в снегу. Полыхают ветки краснотала, но крутом на белом берегу. Холодно, безоблачно, бесстрастно, приутихли даже ветерки. Среди белых кружев так прекрасно недостывшее лицо реки. Все, как в сказке, сгубленная злыми, принявшими самый добрый вид, между берегами снеговыми мертвая царевная лежит. Никого вокруг себя не вижу, только я. Наполнив болью грудь, только я один сегодня вышел. Проводить ее в последний путь. Только я один ее утрачу. День запомнив этот и число. Только я один стою и плачу. Будто мне опять не повезло. Знаете, как я нашел? Вы думаете, я много читаю? Нет. Я просто открыл мамину книжку. Вот так открыл. О, прочитал про одиночество. Ну и естественно вопрос, почему вы решили поделиться зрителями этим стихотворением. Что в нем именно для вас в качестве некого описания очертить? Что же такое одиночество? Есть интервью Виктора Кагна, да, там в сетях оно гуляет, там про одиночество. Оно длинное, содержательное такое для меня. В этом интервью он говорит, что одиночество — это когда я стою пред лицом всех своих проблем один. Вот. И вот тоже в этом стихотворении какая-то тема такая, что я пред лицом всех проблем стою один. Вот. И некому поддержать, кажется. Вот. И никто меня не понимает, кажется. А почему кажется? Потому что это не так. Так что же делать с одиночеством? Когда, да, у нас возникла тема одиночества, я понял, что это про все и ни о чем. Вот. Но решил посмотреть, что же в Евангелии нам... Ну, просто не может так быть, что в Евангелии ничего не написано про одиночество. И это же важная тема, и что там есть. И прям сразу мне в память врезалась, собственно, когда Христос, если поправить, если там не прав или как-то своевольно толкую, Христос на кресте... Боже мой, Боже мой. Боже мой, Боже мой, да. Во что оставил меня? Да. И вот... И вот для меня вот это состояние одиночества, когда меня оставил... И вот посмотрите, чему нас учит Христос. Вот для меня вот этот вопрос важен. Как вот в этом состоянии покинуться себя вести? Ну, какие мне даны ценные указания в Евангелии? Во-первых, состояние одиночества — потеря своей цельности. Ну, чтобы это не было сухим концептом, наверное... Это когда одна часть души у меня туда, хочет одного, другая часть души хочет третьего, а еще и мне ничего не понятно. У меня куча мыслей, и я один. Вот. Вот такое состояние какое-то, когда у меня дух не собирается и не делать какие-то движения в сторону там света. Когда у меня ничего в жизни не происходит, и на это там, не знаю, нет сил, может быть. Или когда мне просто, ну, плохо. Вот. И вот, не знаю, как-то я на своем примере, когда душа, ну, вот, разодрана, что ли, разорвана, она не какая-то несобранность. Это вот на чувственном большом уровне. Вот. Это вот это состояние. И в этом состоянии, смотрите, принятие помощи. Угу. Не, ну, какая-то незлобность к окружающим, даже к тем, которые тебя злословят. То есть, ну, это так сложно. Мне кажется, когда злословят, ведь усугубляется чувство, как бы... Да, и в этом, ну, дело в том, что, мне кажется, мы себя часто запрещаем в одиночестве переживать его, переживать эту боль. Смотрите, Христос, Он ее переживает, насколько. И до того, что спускается в ад. И вообще, вот эта, ну, глубина вот этого вот переживания этого события, и Он даже потом от этого воскресает. Другой образ, кстати, вот сейчас вот я его сразу приведу в пример. Это образ собаки, у которой застряла козь в горле, и для которой все враги, и которой невозможно помочь. И она перед лицом своей боли, она ничего не может, ну, и она вот на всех рычит, и никого к себе не подпускает. Она, ну, она не смиряется. Вот как только она смирится, как только к ней можно будет подойти, эту кость можно будет вытащить. Собака, которая никого не подпускает, которая с болью с этой, ну, ведет себя озлобленно, которая не смиряется, которая... Она же не воскреснет. Она же умрет и, ну, и умрет. Вот. И вот чему, что же, чему я, ну, что я черпаю там в этой, ну, в Евангелии, что... Человек, который рядом с тобой обратился к тебе, ну, и прими ты его, даже разбойника. Все его разбонят, все его там распинают, а он сейчас другом становится. В такой же беде. В этом смысле я тогда еще вот, что называется, в общую корзину. Так вы, да, я про это? Нет, почему? Мне кажется, более чем все ясно и понятно. Мы уже в нашей студии неоднократно эту тему поднимали, того, что, в принципе, в социологии, психологии называется, что человек – существо социальное. Но на самом деле это Божий закон, который еще с книги Бытия, первая книга Библии, мы открываем, и при творении Евы Господь говорит, нехорошо быть человеку одному, створим ему помощника по нему. То есть вот эта предопределенность к совместному житию, когда каждый друг другу помощник, и когда, в принципе, можно сказать, вот если уже говорить в контексте евангельской терминологии, да, что Господь, говоря о спасении, Господь предопределил всех спасаться совместно. То есть не всегда Господь является, вот, берет и спускается, условно говоря, с небес. Иногда Он говорит, вы, люди, друг другу даны, вы можете друг друга поддерживать, вы можете друг другу явить, в вас вся сила в том числе. В этом смысле, может быть, и это одно из толкований, может быть, фразы, что Царствие Божие внутри вас есть. То есть в вас есть и сила этого Царствия, вот. А к вопросу еще вот, в корзину к примерам, вообще Евангелие, в принципе, можно сказать об одиночестве. Вот я для себя это так понимаю, потому что, обратите внимание, когда Христос выходит на проповедь, на службу людям, да, то есть, как сказано, у святых отцов не себе пришел угодить, вот, но людям послужить, вот. Так вот, когда Он выходит, кого Он встречает? Те, кого Он встречает в Евангелии, в иудейской традиции, в иудейской культуре называют изгои. Мытари, с которыми запрещено здороваться, встречаться, общаться, входить в их дом. Блудницы, которых по-хорошему надо побить камнями, но даже в этом смысле не хочется особо затрачиваться, заморачиваться. Поэтому просто мы их вычеркиваем последовательно из книги жизни. И тех, кого бросили люди, поднимает Господь. То есть, Он приходит к одиноким. И сам Он вот это вот чувство одиночества, как мне кажется, переживает намного раньше, чем крест. Когда Он берет и говорит своим ученикам, бодрствуйте со мной в саду, в Гефсиманском, те спят. Когда Он говорит, сыну человеческому надлежит быть распятым, они поворачиваются и говорят, Господи, а кто сядет по правую, кто сядет по левую руку? Вот Бога-человеку, Христу, постоянный акцент со стороны людей на вот это вот одиночество. И поэтому мне кажется еще и в этом, я прошу прощения, что я затянул так свой монолог. Вот, в этом смысле еще и невероятное такое утешение в Евангелии таится, что Бога-человек, Христос, Бог, это чувство одиночества. И Бога оставленности, оставленности людьми, и преданности людьми, он это знает. То есть он это познал именно вот. И мне сейчас тут вот пришло то, что чем больше, чем сильнее боль одиночества, тем больше она дает. Вот, и в конце, когда даже он говорит, ну там, Боже, Боже, про оставленность свою говорит, он, ну, в этой боли отдает, ну, просто максимум. Он, ну, просто он сокрушает ад. То есть он сокрушает ад до того, как еще в него спустился. Ну, да, вот. В этом смысле. Да, и еще что вот в связи с вашими словами. Интересно, что все блудницы, которые получают поддержку в одиночестве в своем, они же ее просят. Угу. Ну, то есть в одиночестве... Да, ведь он действительно не ко всем блудницам пришел, а к тем, кто просил. Надо уметь просить. Ну, вообще и в психологической практике такое, ну, не бывает такое, что человека взяли, вылечили там от одиночества. Это человек, который пришел и какие-то шаги свои делает навстречу к этому. Вообще вот эта вот болезненность, да, душевная, ну и болезненность вообще, она как бы должна выполнить свою функцию и уйти. Болезнь — это вообще хорошо. Вот. Приходит, выполнил свою задачу. Вот. Человек там понял, что уклонился, вот, подправился и пошел дальше. Вот. Хуже, когда ничего не понял. Вот. И все, зря проболел. Вот. И зря вылечился. Вот. А тут вот про одиночество важно, что в этот момент мы можем научиться просить, мы можем научиться принимать... — Помощь. — Помощь. Вот я все время... Вот читал вчера, да, Евангелие. Почему уксус выпил? Ну, что не знал, что уксус? Знал, но принимал. И это принимал. Вот. И потом не стал пить. Ну, как бы спокойно, что ли, это сделал. Вот. Вот у нас есть еще один, ну, наверное, самый-самый известный в Самаре психотерапевт Михаил Львович Покрас. Вот. У него есть ряд трудов, по-моему, книжка даже на эту тему написана. По поводу того, как нам надо осваивать свое одиночество. Вот что вы, как именно психолог, скажете об этом. Что значит в вашем понимании осваивать одиночество? Ну, вот кроме того, что принимать помощь, просить помощи. Надо сказать, что вот эту передачу могут смотреть ведь не православные люди. Вот так, чисто случайно, взяли, включили телевизор, начали смотреть, зацепились зрением. То-то те отсылки к божественному им могут быть даже непонятны. Но состояние одиночества, они могут переживать, ну, даже, может быть, острее. Потому что я все-таки думаю, для православного христианина есть лазеечка, что меня слышит Бог, и что, по крайней мере, как святитель Николай Сербский, по-моему, в свое время сказал, в конце концов мы должны принять одну главную вещь во внимание, что кроме Бога мы никому не нужны. Вот. Но все-таки нужны Богу. Вот. А для неверующих... И людям нужны. Вот. Я думаю, что нужны. Так вот, что значит осваивать одиночество? По мне, так это, знаете, как, ну, вот, бывает такое вот среди православных, что там что-то нельзя, там, да, что-то греховное. И поэтому, ой, я же там, это же нельзя, я же не должен так, я же хороший мальчик, я не должен злиться. И эту злость в себе как бы не замечаем, подавляем, а она есть. В общем, это и есть невидение, да, своего греха, там, вот, невидение своих страстей, там, вот, про одиночество, про боль душевную, это то же самое. Вот, проще как бы эмоционально, там, не знаю, отупеть, вот, это будет влиять на жизнь, вот, но, типа, я боли как бы не чувствую. Проще, там, не знаю, запить, вот, бесконечно, ну, там, использовать транквилизаторы. Вот, но это, там, в итоге только все усугубляет. То есть, для начала, вообще, как-то попереживать. Хорошо поплакать. Поплакать, попереживать, ну, что там, может, там, не слезы будут, может, еще что-то. Вообще, обнаружить у себя, что у меня там за переживания, что у меня за мысли, что, вот, что со мной происходит вообще. Заметить это. Вот, я думаю, что освоение начинается с того, что, вот, мы замечаем, вот, я так уж поэтично говорю, всю рельефность своего одиночества. Вот, всю его особенность, всю его глубину, все его оттенки. Вот, я вижу это одиночество, я вижу, как мне больно и плохо. Вот, и с этого начинается его освоение, и только зная в лицо врага, мы можем. Вот, приведу цитату, рождественское письмо, мне просто так нравится, что здесь и про семейное есть. Это Ильин, Иван Ильин, полюбившийся мне, несколько месяцев я его читаю, он уже книг Раванны. Быстро я сделаю это. Это было несколько лет тому назад. Вот, в общем, все собрались праздновать Рождество и готовили елку и подарки. И Ильину очень было плохо. И вот он читает письмо своей матери. Дорогое дитя моё, Николенька, ты жалуешься мне на своё одиночество. Если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила бы тебя, что ты не одинок и не можешь быть одиноким. Но ты знаешь, я не могу покинуть папу, он очень страдает, и мой уход может понадобиться ему каждую минуту. А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет. Ну дай я хоть расскажу тебе, почему я никогда не чувствую одиночества. Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не любит. Потому что любовь вроде нити, привязывающие нас к любому человеку, к любимому человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди — это цветы. А цветы в букете не могут быть одинокими. И если только твой цветок распустится, как следует, и начет благоухать, садовник возьмет его в букет. Вот. Письмо достаточно длинное. Ну это потрясающе. И здесь что меня прям вот, ну, не знаю, воодушевляет, когда я читаю. Здесь есть теплота мамы. Она не объясняет, что такое там. Она не вдаёт в теорию одиночества. Она не объясняет ему, как жить правильно. Вот. Хотя она его, в принципе, укоряет. Но как она это делает тепло? Вот она в конце пишет. «Николенька, дитя моё, подумай об этом и вспомни мои слова, как только ты почувствуешь себя опять одиноким. Особенно тогда, когда меня не будет на земле. И будь спокойным и благонадёжным, потому что Господь — наш садовник, а наши сердца — цветы в его саду. Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я, твоя мама». Вот. И даже если после этих слов он ревёт, вот. И даже если мы, читая это, ревём после этих слов, то что-то, да, омывается слезами там у нас на душе, и нам становится теплее. В одиночестве, конечно, важна теплота близких и других. Если мы ведём себя как собаки, конечно, которые огрызаются, мы это тепло, ну, не получим, мы сами ничего не даём. Вот. Может быть, попытаться согреть кого-то в одиночестве. Может быть, ну, я не знаю, тут. Вот это вот, знаете, прям тема одиночества — это какая-то вот нерецептурная вещь. Может быть, ну, в смысле, рецептов так-то не дашь. Но надо искать, надо просить помощи. У книг надо просить помощи, у близких, в стихах, там, у друзей. Ну, вот там, мне кажется, прозвучала самая главная вещь, на которой бы я хотел сакцентировать внимание, что действительно одинокий человек — это тот, кто не любит. Тот, кто действительно взял и замкнул всю ту силу, которая в тебя вложена Богом, вовнутрь себя, то есть он замкнул на себе. Он начал культивировать свою боль, культивировать своё страдание, культивировать своё одиночество, свою непонятость. И более того, я вот в своё время у меня был в числе моих знакомых, очень близких, человек, который так вжился в роль одинокого, непонятого, непринятого поэта, который даже тогда, когда происходили какие-то, ну, не знаю, там, семейные посиделки, дружеские посиделки мы собирались, он всегда уходил, садился на подоконник, вот, и смотрел в окно. И видно было, что ему самому-то хочется влиться вот туда. Это вот какой-то... Ну, что он выпендривался просто. Может быть, скорее всего, скорее всего. Но вот поведение, как мне в своё время, и это такая в качестве некой сцепки, смычки с нашей предыдущей беседы, предыдущей передачи, все мы родом из детства. И иногда я ловлю себя на мысли о том, что поведение людей, независимо от того, сколько на их головах там седых волос, сколько морщин, абсолютно детское. То есть вот когда человек, там, ребёнок подходит в песочницу, в которой играют другие дети, и ему всего-то и надо сделать, давайте вместе поиграем, сказать, да, то есть вот предложить себя в качестве игрока и войти в игру, то есть принять некие правила, то есть то, что вы правильно назвали, смириться. Вот, смирение, потому что это действительно многогранное такое явление, это постижение своих границ, вот, границ своих возможностей и так далее, вот, где заканчиваюсь я, где начинается другой. Вот войти, и ничего сложного, и ты уже в игре, и ты уже не одинок, и ты уже... Казалось бы, да, ничего сложного. Попроси, скажи, ребят, я к вам хочу, да? Да, да, да. Вот. Вот, и вот в этой связи, конечно, когда люди культивируют своё одиночество, сами того не понимают, что себя не обедняют, обкрадывают сами себя, вот, потому что они лишают в том числе себя, ну, вот этого коллектива, что ли, которых мог бы утешить. Поэтому сегодня вот время эфира нашего опять подходит к концу. Таких коротких эфирм. Да, 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 только разговаривайте, только начнётся диалог такой, что называется, по душам, и уже надо заканчивать. Но даже сегодня я, мне кажется, мы сегодня озвучили и мазками наметили очень важные темы, очень важные вопросы к себе, вот, если наши телезрители вдруг себя ощущают или на данный момент, или ощущали когда-то, или если вдруг... Или будут, конечно, иногда ощущать себя одинокими. Вот сегодня рецепты мы кое-какие сообщили, и мне кажется, эти рецепты более чем универсальны и более чем полезны. Ну да, а что ещё? Да. Спасибо вам большое, Тихон Александрович. Ну а мы сегодня, на сегодня прощаемся с вами, дорогие друзья. Полезно осваивать своё одиночество, полезно его исследовать, задавать к себе и к жизни вопросы. Но задав эти вопросы, искать на них достаточно честные для себя ответы. Не закрывать, как те самые три обезьянки, глаза, уши и рот, ничего не слышу, ничего не вижу, никому ничего не скажу. Идти навстречу этому одиночеству, потому что где-то там на горизонте уже тебя готовы встретить. Храни вас всех Господь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»